Рабочий день водителя общественного транспорта начинается с медицинского осмотра. Эта процедура существовала всегда, но из-за эпидемиологической ситуации к ней прибавился ряд дополнительных мер. Надежда Шикунова в Видновском автобусном парке трудится уже 15 лет. Говорит, при первом взгляде на шофера может определить, здоров ли он. Если какие-то есть жалобы по давлению, по температуре, по самочувствию, то мы уже отстраняем водителя по состоянию здоровья и даем направление на прием к врачу. У нашего водителя все хорошо? Да, у него давление 120 на 80, трезвая температура 35,7, так что он к рейсу полностью готов. Но прежде чем сесть за руль, водитель Артем Солодянкин идет в диспетчерскую, где теперь, помимо валидатора, ему выдают запас защитных масок. И вот шофер готов к рабочей смене с учетом санитарных требований Роспотребнадзора. Маска и перчатки – теперь неотъемлемый атрибут гардероба в общественном транспорте. В течение двух недель водители компании «Дом Трансавта» будут раздавать их бесплатно тем пассажирам, которые почему-то свои средства. Индивидуальные защиты органов дыхания забыли дома. На территории Ленинского городского округа сегодня работает порядка 50 транспортных средств группы компании «Ран Транс», куда и входит перевозчик «Дом Трансавта». 471-й и 367-й – самые популярные их маршруты. На них и будет проводиться акция «Бери маску, проезжай без опаски». Хотелось бы, чтобы наша акция, конечно, привела к результатам понижения статистики заболевших. Но, скажем так, количество конфликтных ситуаций, в которых участвуют наши водители, когда пассажир заходит без маски, не хочет ее приобрести и хочет ехать без маски все движение на маршруте, таких ситуаций, конечно, стало меньше. Это шикарно. Это экономит нам время, деньги и так далее. Согласно постановлению губернатора Московской области, в салоне общественного транспорта все пассажиры должны находиться в масках. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф 5000 рублей. Водитель имеет право отказать ему в поездке, если у вас нету, не надета маска. Это контролируется всеми нашими волонтерами, проверяющими, инспекторами, которые также работают на линии. Понятно, что водитель, может быть, и всех пассажиров увидеть не может. Пассажир может зайти в маски, а в салоне эту маску снять. И наша задача просто опять напомнить этому пассажиру, что маску необходимо надеть. Ведь общественный транспорт – место большого скопления людей, где тяжело соблюдать социальную дистанцию. А значит, существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ.